всем привет сегодня на обзоре наушники от компании диди хай фай в общем-то компания далеко не но не новичок на рынке но в основном они известны по различным аксессуарам многие из которых я обозревал предыдущие видео всегда можно найти на канале но вот наушники у них вышли первые дебютные и модель они назвали янус так гусары молчать без шуток поэтому попрошу вот назвали они его в честь по-моему древнеримского бога который отличался двуликостью или одно лицо смотрела в будущее второе в прошлое почему это так я с этими наушниками покажу но в принципе те кто следят за новость на вид за новинками уже знают в чем прикол но в общем-то диди хай фай не были бы с собой если бы сделали модель обычную тут необычного много от звука до дизайна но и в общем то думаю хватит предисловий давайте просто смотреть на все это подробнее анекдот дня сегодня такой что-то подсказывает что нужно сходить к психиатру но кто-то подсказывает что не надо упаковка традиционная для компании такой вот переработанный картон смотрится аккуратненько красиво отмечено что в комплект входят сами наушники их кабель forest и кожаный чехольчик открываем я уже их скрывал поэтому упаковано не так аккуратно как оно было потому что изначально было упаковано намного красивее внутри инструкция на нескольких языках но на самом деле технические характеристики они почему-то решили не печатать коробочка в которой кабель я под он продается у них и отдельно тут почти половина всего на самом деле продается еще и отдельно поэтому вот комплектный шнурочек все было упаковано красивше допустим вот эта вот клипса была в бумаге комплектный шнурок и вот это вот клипсочка магнитная тоже есть как отдельный аксессуар очень кстати удобная штука для того чтобы быстро сматывать ваши наушники и хранить их где-нибудь в рюкзаке смотали провод защелкнули и и убрали либо же можно кому-то прищемить ухо ну кстати не сильно вот шнурочек ну его чуть-чуть потом посмотрим и вот такой чехол тоже кстати необычный вот клапан на магнитах так вот открывается забавно можно долго играться десна что из него немного неудобно в это вытряхивать вот эту упаковку транспортную самих наушников но и подразумевается что ее потом выкинете вот сами наушнички два набора насадок одни для тех кто любит больше верхней частоты вторые для тех кто любит больше низких частот и еще набор заглушек для mcx connect или mcx коннекторов зачем они нужны потому что вот оправдывая свое название у наушников два одновременно два типа сокетов то есть когда у основателя диди хай фай спросили делать наушники с ммс или двух пиновым коннектором он видимо ответил да причем видите тут отмечено вот красным цветом это подразумевается что будет правый наушник без красного цвета это левый плюс надписи внутри вот тут еще видите напечатана буква r а тут соответственно l так что я вам не вру и интересно вот напоминают по дизайну переходнички от самих диди хай фай то есть технологии использованы тут которые они уже отрабатывали сочетание металла с прозрачным пластиком причем здорово что они его сделали прозрачным можно заглянуть внутрь вот внутри расположен сам динамик причем он расположен в двойной акустической камере то есть него есть сзади пустое место и впереди причем впереди она видите насколько открыто тут много отверстий поэтому динам можно считать что эти наушники ну может быть не полностью открыты но ближе к открытой ему оформлению и плюс еще интересно они тут разрабу вместо проводов использовали такие вот гибкие печатные платы маленькие изогнутые для того чтобы сигнал подать от коннекторов к самой плате наушников они этим кстати гордятся целом наушники маленькие компактные садятся без проблем в любые уши и кстати по моему забыл озвучить их ценник да они стоят 200 долларов что немного многовато но с другой стороны в принципе не так чтоб прям совсем запредельно много так вот плюс у них есть различные бандлы с другим проводом с различными аксессуарами от dd hi-fi и так далее в общем наушники маленькие компактные садятся практически в любые уши звукоизоляция где-то средняя она была бы выше средней но из-за открытости все-таки они немножечко меньше изолируют но для общественного транспорта или улице этого будет все-таки достаточно носить их можно и за ушно и проводом вниз в зависимости от того как вы предпочитаете и в целом с учетом того что наушники для ношения проводом вниз сейчас встречаются не так часто это наверное тоже можно считать их плюсом разумеется есть защитная сеточка выступ чтобы насадки удерживать так что в этом плане тут все предусмотрено ну и вы собраны аккуратно выглядят по моему очень красиво но тут конечно вопрос вкусов и предпочтений наушники по крайне мере у меня вызывают много интересных ассоциаций со старыми осветительными лампами с какими-то вакуумными электронными приборами в общем интересно и комплектный провод forest по моему они его назвали если я не путаю вот маркировка левого и правого канала нанесена на донышке коннектора то есть это у нас левый он идет сюда mcx защелкивается хорошо вот кстати с 2 пиновым коннектором тут нужно будет смотреть на полярность она тут отмечена где минус где плюс но сокет сделали не утоплены не приподнят и для того чтобы максимальное количество 2 пиновых коннекторов в принципе подходила к этим наушникам вот так вот защелкивается и неплохо держится то есть можно проводом вниз можно за уж на не знаю является ли вот этот 2 2 сокетовость огромным каким-то преимуществом но с учетом того что звук у них немного меняется от использования различных проводов может быть в этом и есть некоторый смысл для тех кто хочет поэкспериментировать со своим набором шнурочков комплектный провод средний по мягкости тоже кстати необычный сделан такой вот по моему это pet изоляция он средний по жесткости немножко твердеет на холоде но не критично по крайней мере при тестах в морозилке может быть в реальности будет иначе и в принципе сделан максимально просто то есть есть ползуночек но он вряд ли понадобится микрофонный эффект тут выражен не сильно и после разветвителя он идет просто вот так вот витой то есть без каких-либо плетений или сложных конструкций и до самого штекера кстати что интересно штекер в комплекте сразу по молчанию двух с половиной миллиметровый балансный так что вот так вот видите с точки зрения распаковки комплекта поставки вообще вот этого вот опыта экстерьерного диди хай фай как обычно постарались сделать максимум ну и конечно же а звуки им нужно немного прогрева где-то чуть меньше десяти часов я играл 40 но звук менялся только где-то первых часов 8 поэтому в целом можно этим особо не заморачиваться ну или можете выделить немного времени на процедуру их прогрева если вдруг вы решите их купить также разумеется нужно подобрать насадки которые вам подходят хотите вы больше баса или немного хотите подчеркнуть верхние частоты в зависимости от предпочтений вы можете выбрать то что нужно и ну и также зависимости от посадки там заушная или вниз меняются размеры насадок в общем подберите комфортную посадку с хорошей изоляцией полного вакуума они не обеспечивают потому что они довольно открытые новую изолировать канал необходимо возьмем какой-нибудь плеер для того чтобы приводить примеры кстати еще один продукт диди хай фай который мне очень нравится это вот чехол для фио м15 мне он нравится наверное даже больше чем то что сделали фио и чем то что сделал дегнис ну это вопрос вкусов и по подаче они тоже сделали все довольно необычно я на самом деле тестировал еще бета-версию этих наушников они их отправляли какое-то время назад потом собирали оба как фидбэк собирали отзывы и после этого на основе этих отзывов то есть на самом деле вообще это третья итерация наушников от диди хай фай первой была лимитированная партия которую они разослали некоторым обозревателям по результатам в конце прошлого года в качестве подарка я делал на это обзор потом было бы эта версия вот этих вот наушников они собрали по ней фидбэк и перетюнинговали финальную версию ну а фидбэк у многих сводился к тому что нужно убрать верхнем убавить верхних частот и они это тут сделали в общем получилась необычная подача она не акцентированная без привычного акцента и снизу и сверху но при этом звук ним нейтральный не мониторный разрешение хорошее но на середине они добавили немного теплоты и поэтому получилось вообще очень необычное и ни на что не похожее звучание но последнее время насчет этого в целом везет наушники попадаются действительно не похожие друг на дружку что в принципе меня радует а любителей спрашивать как они там по сравнению с чем-то другим должно быть должно расстраивать в общем бас не подчеркнутый это динамический излучатель поэтому тут есть плотность есть вес но при этом количественно он практически вровень со средними частотами то есть это явно не бас хедные наушники и даже не наушники для тех кто привык к приподнятым низким частотам при этом бас техничный с хорошей передачи текстур такой наверное даже чуть чуть ближе к арматурной подачи но при этом все-таки сохраняет динамический вес и массивность но количественно его тут меньше чем традиционно но зато качественно он лучше чем традиционно обычно в этом сегменте это именно такой вот бас от тюнингованный для натуральных инструментов что-нибудь акустическое там не знаю какие-то большие трубы нижние органы регистры фортепиано тот же контрабас и так далее то есть то что уходит в довольно глубоко и там резонирует какой-нибудь большой барабан очень неплохая глубина но поскольку никакого подъема нет то глубокий бас не доминирует и остается на своем месте в целом наушники очень когерентны но ожидать другого от модели с одним излучателем наверное и не приходится в принципе электронную музыку с ними слушать тоже можно и разную там поп-музыку но думаю что если у вас большая часть медиатеки с такими жанрами то вам необходимо что-нибудь более акцентирующие низкие частоты а эта модель именно создана больше для тех кому необходимо качество для тех кому необходим реализм потому что суд с мелкими нюансами обертонами тут все очень приятно сделано и сбалансировано ну и в качестве примера как раз выбрал такой вот трек это pain of salvation falling home уже много раз их приводил качестве примера но и еще раз они сгодятся это акустический или unplugged альбом известной группы и тут они игр и играют здорово и записано все довольно неплохо и в целом там где есть басовая линия это трек chain sling поэтому тут бас вступает не сразу но потом он появляется и там где она есть бас очень такой могучий резонирующий но при этом на наушниках которые низкие частоты акцентируют он заглушает собой середину и оттягивать на себя внимание а вот в этих наушниках он остается на своем месте и позволяет больше сфокусироваться именно на его технической стороне они на количественной средние частоты они сбалансированы они не пытаются склониться там в сторону макродина они не пытаются подчеркнуть макродинамику не пытаются добавить эмоций при этом также они не уходят микроконтраст у них нормальное разрешение но скажем вот мелкие детали они не пытаются акцентировать и вытащить на поверхность плюс тут решили с помощью тюнинга немножечко добавить весомости на середине поэтому звук получился с некоторой склонностью к тому что называют обычно аналоговые подачи иногда винтажные в общем то то есть такая добавочная теплота который немного добавляет весомости инструментом голосам особенно мужским скажем без перебора но немного вот это вот подачи в качестве приправы тут предусмотрено при этом реализм не страдает но небольшой налет теплоты всегда присутствуют и в целом во многих случаях это звучит очень приятно сейчас будет пример необычный кстати приготовьтесь шучу воображаемая сцена больше средней в глубину и ширину но не огромная то есть на самом деле для меня обычно наушники с добавочной теплотой звучат интимно но тут вот эта открытость излучателя то что у него и впереди и сзади свободное место свободное пространство это обеспечило как раз улучшение с точки зрения построения сцены и поэтому воображаемая сцена вышла больше средней не огромная не гигантская но скажем и не сжатая поэтому где-то так сбалансировано у них получилось и в качестве примера для средних частот вот я же обещал что будет немного необычно то есть перебирал треки и вот этот звучит действительно здорово с этими наушниками потому что во первых благодаря не акцентированным низким частотам ударные не заглушаются и и ритм секция не заглушают собой все остальное середина звучит нормально с точки зрения гитар ну и их аккуратно сделаны верхние частоты позволяют вот этот вот клавиш ну я не знаю что это это не соло ну клавиш на этот риф которым этот трек в принципе знаменит который такое впечатление что делали с прицелом на рингтон позволяет отыграть его действительно очень неплохо нет не акцентируя но и при этом не скрывая и верхние частоты верхний частотный диапазон сделан тоже аккуратно в че тут убавили по сравнению с бета-версии как я уже говорил и в целом для большинства людей это будет плюсом то есть это наушники не для в че филов но тем кто чувствителен к в че тут в принципе будет звук достаточно комфортный может быть и тем у кого крайняя степень чувствительности конечно будет еще все равно много но думаю что усредненному уху в че тут будет именно нормально количественно в принципе при желании добавить немного в чем можно с помощью у тех вот насадок которые высокочастотные в принципе тут логика просто у них просто больше отверстий поэтому в че становится больше поэтому тут надо выбирать но мне вот этот вариант нравится чуть больше он такой чуть более не мейнстримовый а я люблю какой-то звук который отличается от всего что я до этого слышал протяженность где-то средняя может быть чуть больше чуть плюс-минус средняя в общем будем считать что в среднем среднем на средние не стали делать какие-то супер протяженные в че чтобы не подчеркивать всякую грязь на верхних в че но достаточно для того чтобы сыграть базовые убертона для того чтобы всякие тарелочки перкуссии звон был присутствовал при этом не резкие наушники не подчеркивают в че диапазон и для многих это думаю станет плюсом потому что в наше время все-таки принято верхний частотный диапазон подымать про это чуть позже не упомяну в сравнениях если не забуду и в качестве примера для средних частот led zeppelin моби дик надо же как-то обыграть янус название так вот трек в первую очередь конечно известен ударом как барабанным соло в котором много всяких тарелочек и звона но при этом звучит звучат они натуральной но не резко не подчеркнуто агрессивно поэтому звучит на хорошо и гитарная часть которая тут тоже присутствует в принципе показывает себя довольно натурально у led zeppelin в принципе вот хорошо особенно вот в этих ремастерах объем передается очень красиво чуть-чуть в ходе мастеров подчеркнули вот эту вот объемность и воздушность гитар и вот эти наушники это неплохо отыгрывают в общем еще раз подводя итоги необычная подача без акцента на нч и в ч для тех кому нужна вешка для тех кому нужно там много баса или для тех кому нужно больше веселья моделька не подойдет но при этом они не свалили ее в сухую мониторность немного подчеркнув вес на середине получилось очень интересно очень здорово звучит со многими треками и музыкой особенно той которая ориентирована на натуральное на естественные инструменты голоса и так далее по источникам в принципе довольно широкий диапазон условно от хидис и пи 80 до шанлинг м6 про и филы м11 про это вот где-то их примерная область применений если говорить о сравнениях то в принципе тут диди хай фай упростили мне задачу они похожи мало на что nf audio nm 2 плюс которые недавно обозревал динамически они более нейтральные более сфокусированы на микро контрасте поярче на вы че чуть более собранные на низких частотах но при этом звучат холоднее мундроп key xxs который я когда-то обозревал они нейтральнее они менее теплые на середине они более яркие и скажем агрессивные на вы че сравнивать там не знаю с каким-нибудь там бики и вайзет spring который более эмоциональный или там сфер f3 просто потому что они там где-то близко по цене не вижу никакого смысла потому что в принципе там модели уже другие по звуку то есть f3 это более выраженная вышка и так далее так что вот такие вот получились диди хай фай наушники интересные я всегда с любопытством слежу за тем что компания выпускает и каждый раз это что-то необычное спасибо за внимание